Всем привет! С вами Двинтрий и вы находитесь на канале Dimidrow. Сегодня мы продолжим играть в Imperial Galactic Survival. Продолжаем мы игру с того места, где мы закончили. А мы закончили на том, что у нас готов наконец-то наш пепелатс, готова наша машина. Осталось только залить туда немножко бензинчика, топлива, и подготовить патронов, а еще подготовить запчастей, для того чтобы, если что-то выбьют, мы могли это просто заменить. В принципе, мне нужно продублировать все системы, которые есть там, в этом корабле, и все остальное тоже продублировать. Сейчас мне нужно дойти до базы своей и посмотреть. Так, а здесь никаких плохих тварей нет. Никаких монстров я здесь не вижу. Так, мне нужен джетпак. Сейчас я джетпаком доберусь до своей базы. Все, джетпак больше мне не нужен. База здесь. И пойдем посмотрим. Вот она наша тачка. И у нас есть кабина уже. В эту кабину я могу залезть, но ехать я никуда не могу, потому что у нас нет топлива. Для того, чтобы машина наша поехала, нам нужно топливо. И нам нужно потом будет включить нашу машину. Для того, чтобы нам получить топливо, нам нужно нарубить дров. Другого источника топлива у нас здесь нет. Талон здесь у нас ходит, смотрит, что мы делаем. Я посмотрел комментарии, люди мне сказали, что этот талон смотрит, чего я тут делаю. И какого фига я вообще на его территории делаю. Потому что, да, действительно, это их территория. Вот это вот зеленое, это их земля. Поэтому я, в принципе, согласен, что я на их земле нахожусь, на их земле хозяйничаю. Но раз у нас нейтралитет, они на нас не нападают, я буду продолжать это делать. Я буду продолжать это делать, продолжать хозяйничать здесь и выполнять квесты, чтобы восстанавливать отношения. А сейчас я пока порублю дров. Из дров потом мы будем создавать растительные волокна, а из растительных волокон уже биотопливо. Биотопливо мы будем заливать в базу и в машину нашу. Пока что рубим деревья. И заодно камни тоже поразбиваем. Потому что нам и камня тоже надо, и ресурсов надо. Кремний, кстати, нам тоже нужен. А здесь у нас тоже растительные волокна будут. Итак, нам нужно найти еще деревьев. Побольше деревьев и побольше камней. Напоминаю, что из 15 камня мы можем сделать труду. Поэтому битый камень нам нужен. Еще из битого камня мы можем сделать бетон. И прочный бетон. То есть, железобетонная конструкция нам еще понадобится, чтобы укрепить нашу базу с внешней стороны. Я могу уже начать заботиться о том, чтобы у нас был железобетон. Который мы можем усилить нашу базу. А железобетон у нас начинается с обычного камня. И обычный камень я сейчас добываю. А еще нам нужно продолжать добывать дерево. За сегодня я планирую... Ну, как... Ну, как получится сделать это все. Как получится, если успеем, мы можем залить топливо и в базу, и в двигатель. Если же не получится, тогда это все будет на следующий раз. На следующее видео. Растительные волокна нам обязательно нужны. Из десяти растительных волокон получается единица биотоплива. Единица биотоплива — это десять единиц энергии. Десять единиц энергии для базы — это немного. Это буквально на минут десять работает. И то, если ничего не включено. А если что-то включено, то на десять единиц можно работать, не знаю, в минуту или даже меньше. Это значит, что нам нужно огромное количество топлива, плюс нам полезно будет иметь запас на будущее, чтобы наша база не нуждалась в топливе каждый раз. Поэтому я дойду до деревьев, я срублю деревья, которые смогу. Еще не забываем про растительный белок, потому что проблемы с едой у нас до сих пор сохраняются. У нас очень мало еды. Я еще не нашел достаточно еды, чтобы нам хватило. На всю жизнь. Поэтому пока что будем обходиться батончиками. А в будущем я хочу все-таки поставить туда землю. И на земле уже выращивать какие-то овощи или фрукты. И тогда уже мы сможем обеспечить себе разнообразие. Итак, у нас шестнадцать белка. Это будет восемь батончиков. Пока что нам больше и не надо. Больше, в принципе, если захотим, мы сделаем потом. Так, нам нужен свет в любом случае. Ну, потому что продвигаемся на запад, и солнце в этой части еще не взошло. Вот мы отходим уже на где-то метров пятьдесят, и у нас солнце не взошло. В то время, как немного восточнее, оно уже взошло. Это такой маленький у нас радиус планеты. Вот в чем дело. У нас получается двенадцать часов солнца выше горизонта, и двенадцать часов солнца ниже горизонта. То есть, условно, двенадцать часов день и двенадцать часов ночь. Я не сорвался. Я соскользнул с этой скалы. У нас еще много деревьев. Я пособираю еще деревьев. С дрона я не собираюсь это делать. Потому что можно и самому дойти. И здесь нетрудонаступное место. Потом это дерево срублю и посмотрю, сколько у нас лучшее дерево. Минутариент на данный момент. Быстрее, наверное, дерево было бы пилить пилой, но пилой я чего-то делать не хочу. Сорок пять бревен. Каждое бревно дает 30 растительных волокон. Поэтому тут будет у нас 135, точнее 1350 растительных волокон. А 1350 растительных волокон, это 135 для топлива. Поэтому нам осталось не так много деревьев. Вот, 10 бревен. Это было шикарно. Обычные деревья дают 5-7 бревен. Но сейчас было 10. А вот это маленькое дерево дало 5. Здесь вообще количество гревен, которые можно получить рандомно. Не зависит от величины дерева. У нас есть еще точки, которые нужно посетить. Например, вместо раскопок за километра с лишним, ну почти 2. И склад, по сути, километра с лишним. Супплайт и повод. Я переведу это как склад. Это, по сути, склад есть. Можно сходить на склад, забрать оттуда немножко вещей. И перенести их в нашу базу. Грабануть немножечко. Я, в принципе, могу сейчас закончить. Рубить это дерево и отправиться на склад, посмотреть, что там есть. Если что, на всякий случай, если там будут чужаки, у меня есть автомат мой, любимый, мой родной, который я могу использовать по прямому назначению. И начинаем. Если что, деревьев здесь много, поэтому топлива я получу кучу просто. Мне не следует вообще беспокоиться за топливо. У меня здесь много дерева. Я могу очень-очень, очень-очень долго добывать древесину. И плюс еще по всей планете у меня древесина. Поэтому здесь у меня вообще никаких проблем нет. В плане топлива. Ну точно не в воду я пойду. Точно не в воду. Потому что в воде я могу просто утонуть с таким весом. Дело в том, что я почему-то, ну, потому что у меня был большой вес. Вес, если что, вот здесь вот я смотрю. И веса я видел много, это значит я потонул. В любом случае. Если я ископаемые кости, вот эти вот убираю, я получаю 50 опыта. Опа! Яичко. Самое главное быстро застать автомат и начать стрелять. Ну и бережно относиться к патронам. Они все-таки не бесконечные. Больше я никого пока не вижу из врагов. Поэтому я могу дальше продолжать. Если я, конечно, увижу какую-то букашку сикара... Опа! Не успел помянуть даже. Вот у нас был телуропот третьего уровня. Еще один! Нифига вас тут привалило. Иди сюда! Иди сюда! Все, я его завалил. Так, ну вот, осталось еще 600 метров. Сейчас нужно обойти нам это водное препятствие и добраться все-таки до этого склада. Я уже замочил три или четыре телуропота на пути. Нам нужно подняться с помощью джетпака. У нас по-другому никак не выйдет. И теперь перевалим через вот эту вот гору. И мы, скорее всего, уже увидим. Овощи я возьму. И овощи нужно будет поесть. Тут, кстати, совсем другой биом. Это саванна. Тут уже растут совершенно другие растения. И совершенно другие деревья. Кровяные листья, например, я могу взять. На самом деле полезно вот так вот осматривать поверхность планеты. Можно найти очень много нового. Битого камешка пособираем. У нас осталось каких-то 150 метров до склада. Мы уже скоро его должны увидеть поблизости. Либо он будет под землей. Так, местоположение отслеживается. Где? Вот она. Теперь мы увидим склад наш. Ну, как склад? Это похоже на развалины какие-то. Тут, конечно, есть постройка хорошая. Но что внутри? Нужно зайти и посмотреть. И на всякий случай приготовить автомат. Это кто? Талоны, что ли? Так, вино из ягод акулы. Ну, то есть, грубо говоря, винишко надо поискать. Так, ящик хранения. У нас есть дробовик теперь. Патроны к нему тоже появились. Давно уже появились эти патроны. В принципе, мы можем эту структуру разобрать всю. И получить оттуда разных предметов. Разных материалов. А еще мы можем пойти вниз. И внизу найти много чего интересного. У нас квест найти веном. Ни хрена ж себе. Тут кругом все обваливается просто. Здесь опасно находиться. А ну-ка, если мы отправим робота своего. А, вместе установки есть другой объект. Ну-ка. Это не знаю, что такое. Ладно, я далеко все равно не смогу прийти. Потому что 50 метров дальность действия. Ну, тут охренеть какая пещера. Нужно ее исследовать однозначно. Но это мы, скорее всего, сделаем не сегодня. Сегодня мы только до нее добрались и посмотрели, что это. Так что я, скорее всего, выйду отсюда. Так. И вот так. И отключим фонарик. И поедим. Восстановить надо сылость свою. Теперь мы сядем на мотоцикл. И поедем на базу. Если что, я могу всегда найти эту точку. Вернуть ее на карту и поставить. Да ну нафиг! Так, где у нас тут? А, нет, мы можем тут? Так, погоди. Где мой мотоцикл? А как я могу спуститься теперь за этим мотоциклом? Я наверх-то, конечно, поднимусь. Но как я теперь спущусь? Итак, управление. Вниз цен. Ага, вот. Прометий. Камень. Я лучше его добуду. И посмотрим, что он нам дает. В этом гидроскафандре я могу еще продержаться, кстати, под водой. И, кстати, наше орудие работает под водой. Это тоже прекрасно. Нужно только постоянно фокусировать этот камень. И он будет очень-очень долго биться. Вот бы блоком такую прочность. Хотя у бетона такая прочность почти есть. Восемь прометниевые руды. Растительный белок из воды. А оказывается, я могу переплывать озеро. И напрямую его переплыть будет быстрее, чем объезжать. Кстати, интересно. Я же сейчас строил судно на подушке. Сможет ли оно над озером проплывать? До берега остается уже не так долго. Надо будет еще кислородных баллонов сделать. Все, мы выходим на велководье. И на сушу. Земля, обошли. На мотоцикл. Нет, не так. Поехали. Поехали. Опа. Но эти все препятствия, они очень мешают мотоциклу. Уходим на территорию, это он. Я знаю об этом. А вот и база. Прибыли. Свет выключен, это хорошо. У нас тут талон все еще сидит, нас ждет. Возле места аварии, кстати, базу создали. Потому что я не хотел заморачиваться, и куда-то далеко, но за мою отводить. Решу построиться здесь. Уровень восьмой. Цитарно, ну, я пока что ничего строить не буду. Так. Сейчас у нас есть очень много дерева. Дерево нам нужно переработать. Нам еще нужно переработать растительный белок и овощи. И прометьевую руду, наконец-то мы ее добыли. Яйцо, не знаю, что это даст. У нас есть мясо и специи, кстати. В общем, я сюда кладу все. Остальную пластину тоже. Рокин исследователя. Генератор воды, это потом у нас будет. Конструктор. Что мы будем делать? Мы будем делать прометьевые гранулы. У нас их будет восемь. Так. Врубим базу. Так. Врубим конструктор. И прометьевых гранулов восемь штук. Их делать гораздо быстрее. И они дают по 30. То есть они дают три раза больше топлива. И делаются быстрее. Я сделаю топливную ячейку. Ну, то есть столько ячеек, сколько получится. И потом залью двигатель. А остатки в базу. Получается у нас восемь топливных ячеек. Которые, видите, как быстро делаются. В отличие от биотоплива. Их топливных ячеек делается по две за каждый заход. То есть я создам 16 топливных ячеек сейчас. И эти 16 ячеек я могу распределить уже куда залить. Сейчас мы доделаем ячейки. Зальем. И после заливки я уже буду заканчивать видео. Потому что 30 минут уже наши заканчиваются. Базу выключить надо будет. И все остальное, кстати, тоже. Просмотреть надо, чтобы все было выключено. Здесь выключено. Здесь тоже выключено. Так, и все равно встать. Санкция тоже выключили. Камеру планирования. Выключать не надо. Теперь. Сколько нам хватит? Или нам не хватит? Надо посмотреть. Нам даже не нужно его в руках держать, в принципе. Так, и вот топливо. Это уже 80%. И я залил сюда все. Оставать еще 120 емкости. Так, кстати, могу ли я поехать сейчас? Нет, потому что я не завел машину. Так. А вот теперь я завел машину. Боеприпасы закончились. Опа. 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 Опа, у нас есть скорость. Так, надо тормозить. Тормозить надо, только как. Так, пробел это вверх. Управление. Так, ну мне в общем надо спуститься вниз. Так, спуститься вниз. Так, сейчас я поднимаюсь вверх. Так, двигатель у нас не тянет что ли или что? Так, все. С facade вниз. Это по-русски по-русски. Так, всё. Так, всё. Так, всё. Я посадил машину. Теперь её надо заглушить. И на этом, в принципе, всё. Только что я тест-драйв закончил. И на этой очень прекрасной ноте я могу заканчивать видео. Спасибо всем, кто смотрел данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И рассказывайте об этом видео всем, кому только нужно. И, конечно же, всем пока. Пока.